Ты делаешь часть этого места В темном доме И сегодня мы отправимся на рудиментарную плоть. Дело происходит в заповеднике. Значит, по идее бы брать персонажей, у которых какие-то преимущества есть в заповеднике. Но мы берем из того, что есть. Ну, кстати, у нас есть дрессировщик. А вот эта атака у нас дает плюс 15 урона по животным, что неплохо. У нас еще есть так быстрая реакция. И все по ходу, да? Здесь по мистике урон. Но она у нас хилер, поэтому без разницы вообще. Ну, по тринке там здесь у нас приказы командира. Криты и лечащие навыки неплохо. Тут плюс 15 урона к рукопашной. Здесь у нас он, если что, может подстанеть. Ну и в уклонение. Плюс, чтобы если вот это и вот обилочкой будем пользоваться сражевым псом, еще плюс 15 уклонения, и у нас все было хорошо. Плюс... Так, это у нас марку. Или марку тебе, кстати, дать. Отметить цель. За место вот этой штуки. По отметке урон неплохой. Ладно, в любом случае у тебя есть отметка. Есть стан. По стану может работать. И здесь солнечное кольцо, и так же, чтобы станил. Ну и здесь все в хил. Вот тут у меня, конечно, сомнения. Светошумовую тогда брать или... А, блин, не здесь сомнения. Вот здесь сомнения. Нужен ли мне вот этот стан дополнительный? Или же все-таки отметка? Давайте нажимаем отметку. Вот что-то я как-то так думаю. Защиту срезать. Сойдет. Сойдет. Так, прицельный свист. Окей. Это у нас со второй позиции все еще по-прежнему работает. Тогда ему тринк поменять на что-то более подходящее. Стан нам тогда не нужен. Может, урон? Скорость срежет. Может, ему наоборот скорость плюсануть, да? Если что, чтобы отметку мог первую вешать. И уклонение еще больше. Хотя куда еще больше уклонения? Хотя других тринкетов особо подходящих нету. Поэтому ладно, сойдет. Ну, вроде все. И это у нас заповедник. Так, со всеми вытекающими. И плоть рудиментарная, с которой я еще ни разу не боролся. Так, печеньку сюда. А давайте сразу еды возьмем. У нас будет еще привал. Получается обязательно. А святой воды две. Факелы. Столько должно хватить. Ключ. Три лопаты на всякий. Блин. Инвентарь сильно, конечно, захоломили. Но что сделать? Вроде бы все это пригодится. Мое увлечение кровавыми ритуалами и вызовом потусторонних существ пошло на спад, поскольку все попытки заканчивались провалом и разочарованием. Прогресс замедлился и быстро скопившийся избыток загубленной плоти стал мне несколько мешать. И эта плоть превратилась в монстра, да? Этот кошмар не описать словами. Непонятная мешанина органов ожил костей. Супер. Так, интересные формы данж. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре. Ну, короче, там, по всей видимости. Погнали. Так, еще раз быстренько пробежимся. Стресс от хил, все понятно. Метка хил. Здесь дамаг. Вещи в дамаг встан. Погнали. У него есть ненависть к людям. Здесь людей можно встретить, да? Да. И эту бы вещь закрепить. Портрет. Неплохо. Неплохо. Портрет вначале получить. Я, конечно, лагерные навыки повыбирал, но... Это дорого. Нет столько денег. Так, врасплох застали. Это даже очень хорошо. По задним рядам сходу работаем. Я думаю, что стоит добить. И то, что это нежить, им не повезло. У нас крестоносец, который ненавидит нежить. Ну, как-то недостаточно, чтобы убивать. Прям гарантированно, да? Придется добивать. Угу. Тут уклонение вполне себе на уровне. Ну, собачка косоватая, но бывает. Придется. Продолжение следует. Уберите их. Так, супер. Еще один портрет и еще деньги. Давайте разожжем факел. У нас как-то факелов довольно много. Ага. Супер. И врасплох уже, конечно, не удается застать. Не может вести бесконечно. Можно глухануть кого-нибудь с задних рядов. Удастся ли зарубить нафиг. Не факт. Я не хочу, чтобы вот эта свиня чем-то там пакостила нам. Поэтому пока так. И, быть может, одну печеньку съесть. Давайте съедим. Бафнем нашу собаку. Пробую схавать. Да. Еще и получил сам же. Отлично. Хотя бы уклонились все. Это люди. А у нас есть ненависть к людям, кстати. Это отлично. Плохо, что у нас кровотечение настакали. Но у нас хилерша есть. Обвешанная всем, чем нужно на хилы. Да. Долбаная свинья. Да. Рвота. Ничего не подцепили. Да. Болезнь. Болезнь от нее очень просто заработать. И стресс мы тоже довольно просто нахватать можем. Так, ты уже от кровотечения по-любому умираешь. Надо по задним рядам работать, однако. Ммм, неплохо. Так, так, так. Хилим. Стресс бы поснимать. Так. Нет. Неплохо. Но у меня крестоносец теперь ни до кого не достает. Сними хотя бы стресс. Хоть сколько-то. Так. Да, если враг умирает от кровотечения, после него трупа не остается. Такая механика. Так, отметка. Но это не страшно. А, если я глухону, я ее убью? Или нет? Нет. Я хочу немножко стресс полечить. Перевяжемся. И, и да. Прям хайтика просто, да. Сами полечимся. И здесь стресс снимем. Так, ну, неплохо. Эта экспедиция, в крайней мере, просит успеха. Ммм, чтобы стол обыскать, нам нужны целебные травы, потому что там явный свинарник. Это нам дает лопату и еще и еду. Это неплохо. Как ни крутите. Ммм, не, книжки читать не буду, потому что книжки чересчур рандомная штука. Началось. Так, 12. Амм. А так. Есть шанс, но фиг. Надо было глушить. Угу. Так, по собачнику. Окей, мимо. Убей. Хилить нам вроде нет никого нужды. Можем оглушить. Ну или нет. Хотя там шанс совсем, конечно, минимальный у врага был уклониться, противиться оглушению. Но он смог. Почему-то все ненавидят дрессировщика. Вот прям какая-то у них лютая ненависть. Я бы хотел немножко стресса полечить просто. Вот, дрессировщики. Отлично. А теперь можно добивать смело. А он уже и так так умрет, да? Хорошо, значит, мы можем еще стресс полечить. Можем похиляться. Ты урон вообще не наносишь. Ну и тут без вариантов. Ага, ага. Так. Что же выкинуть? Ну, факелов у меня с избытком. Целебные травы. Портреты нужны. А факелов нам, по идее, хватит, я думаю. Надеюсь, здесь плоть. Значит, здесь вот надо будет лагерь разбить. И можно прям сейчас разбить лагерь на самом деле. Ну или ладно, в следующей комнате. Погнали. Потому что если с плотью все будет хорошо, мы с ней сможем быстро справиться. Да. Я знаю, куда бинты уйдут. На перевязке. Древние символы начертанные. И здесь у нас можно что-то рандомно получить. Хочу ли я рискнуть? Я думаю, нет. Лучше не надо. Да, и тут боя нет. И мы не знаем, наверняка, есть ли там плоть. Но, по идее, должна быть, поэтому. Привал. Хорошенько поедим, полечим немного стресс. И что мы можем? Ага, вдохновляющая речь. Можно прям стресс всем прям снизить. Допустим. Так. Ты у нас что умеешь? Только герой. Плюс 10 меткостей и 5 крита. Я не против. Так, это все у нас. От ночных нападений защититься. Ну, давайте вот надзор гонщий возьмем. В принципе. Чтоб у нас с ночных нападений не переключилось. Ни к чему нам это. И идем на плоть, по идее. Посмотрим, во всяком случае, что из себя представляет этот враг. Так, с едой у нас тут порядок. Лопаты сюда. Лопатки что-то дофигища. Что мне ими делать? Давайте разожжем. Да, конечно, плоть. И варианты. И кто бы знал вообще, что она делает. Ага, что-то уже делает. Лечит сама себя. Супер. Метку накладывать. Имеет ли смысл вообще? И у нее куча частей. По-моему, это рудиментарная плоть, да? Мистика. Тупо бить. Давай, четыре. А, а если глушить? Что нам даст глушить? А если по метке? Допустим. Оглушить шанс у нас тут небольшой. Но, к примеру. Фиг. Собака, ешь печенюгу. Твоя метка, конечно, прикольнее. Она защиту режет. Да, сюда бить не очень прикольно. Ага. Пасти жизни. Ну, что-то это так себе, пасти жизни. Так, кровотечение. Но не особо страшное. О, мы сюда навесили. А, в них общая шкала здоровья, да, получается. По-моему, через ту вот заднюю фигню должен, вот через эту более мягкую такую, должен больше урон залетать. Она еще и подхиливает. Вот ее надо бить. Что-то мне подсказывает. О, я-то. Супер. Дай-ка сюда рубанем. Оу. Оу. Так, что у нас с противоядями нынче? Есть. Вот в эту штуку побьем. Потому что сюда явно лучше урон заходит. Когда мне хилд заработает? Где она вообще? Так. 4, 8. У тебя вариант только по первому бить. Как бы не широкий выбор. Как ты группу, ты слабо лечишь. А, ну неплохо. Беру свои слова обратно. О, эта фигня поближе пришла. Давайте в нее накидывать. Да, она еще тем более хилит. Ненависть. Просто ненависть к этой фигне. А, это ядовитое. Да. Метки кидать смысла, наверное, нет. Просто бей. Не, ну серьезно, да? Что на монашку-то наполчились? Ну, вроде как, более-менее не так, чтобы страшно. Сама себя похилей. А то как-то тебе накидали. Да. По первым рядам. Ну, блин, мог как-нибудь критануть красиво прям. Не захотел. Ага. Нет, теперь такой фигни слабой. Это плохо. Тут защита вообще 70. А тут у нас 30. Защиту бы, конечно, срезать было бы в идеале. Поэтому пока что бьем, как оно есть. На гору пулечим. Отлично. Ну-ка. Попробуй-ка срезать брони чуток. Может быть, как-то поможет. Ау. Вот это больно. Фу. Костяной зефир какой-то. Это даже звучит стрёмно. Ага. Две таких фигни. Отлично. То есть она больше сейчас хилять будет. Нифига хорошего. Но с другой стороны мы больше урона влить сможем. Да ё-мое. Угу. Пофиг на ловкость. Бьет и бьет. Хары хилятся. Честно. 45. Куда это годится. Так, ладно. Два хила. Еще пофиг. Бьем. Ну, два дамага. И хила, конечно. Ну-ка. Мега крит. Супер. Я бы, конечно, хотел еще похиляться перед этим. Ну, ладно. Да, и какой-то глюк с окошком выхода. Ладно, нафиг с ним. Что мы можем? Мы можем... Слегка подкушать. Иди дальше. Правильно. Правильно. Ну, плоть такая. Не так, чтоб страшная. Пойдемте поисследуем, что тут еще есть. На предмет пограбить. Личинки. Супер. Ух ты ж... Вот где твои криты-то, когда... Вот один раз кританул плоти, а если бы пару раз. А они же животные, да. Дрессировщиков, конечно, бьет лучше. Ну, на 25%, но все же. Кого? Личинка еще и глушила. Это просто какая-то мега-личинка. Личинище просто. Сейчас еще этого оглуши. Не, просто стресса, ладно. А, кстати, со стрессом он вообще все норм. Угу. Прощай. Надо было ее, кстати, оглушить и похиляться. Ну, ладно. Снимай этот момент. Сейчас провернем где-то эту комбинацию. Ух ты ж. Так. Вот мне совсем не нравится, что там... Это животина. Ну, давай барабанщик пытаемся быстро убить. Должно удастся. Это же животное. Человек-животное, да, это. Помесь с примесью. Вот зараза. Не умер. Ладно. Убить, похилять. Давайте убьем все-таки. Похилять успеем. Главное... Че? Все-таки болезнь. Я вот чем их не люблю? Тем, что они болезни накладывают. Это тут еще яд. Окей. Еще рвота. Ну, нафиг. Что-то там подхватило. Минус 20 меткости, если стресс более 70. Но это не самое худшее, что могло приключиться. Но, тем не менее, достаточно неприятная фигня. Да, еще и яд на нас массово. То, что нужно. Так, я, блин, ее сейчас убью уже с большей вероятностью. Я хочу всех все-таки похилять. Так, на 4. Ну, неплохо. Живание. Тем более, она не попала. Тем более. Давайте-ка. Защита. Глуши. И еще разок. Ну, другое дело, в принципе, ладно. Немножко отравление на нас висит. Не так страшно. Зато еще награда. Незапертая шкатулка. Чуток денег и ключ. Ага. Ага. А вот у нас секретка. И в секретке... Ау. Какое сознание ты теряешь? Так, с едой у нас вроде все нормально. Давайте вот в секретку зайдем. Денег вроде нормально. Так, вот секретка за горы... За гору скелетов. Древний артефакт. По идее, ключом открывается. О да. О да. По 2500 за каждый. Так, ну что я могу сказать? Что выкинуть? Святая вода определенно. Ты. Что-то дешевое. Ты. Неплохая такая награда, да? Секретки тащат. Ох, как тащат. Как мне теперь выйти? Сюда мне идти, по идее, не так, чтоб нужно. Ну, ладно. Пойдем вот так. Ну, еще портрет. Тоже неплохо. Так, собачник должен справиться. Это их стихия. Ну, теперь сюда зайдем. Тут можно будет сразу и подраться, еще что-то взять. И потом, если еды хватит, туда прогуляемся. Опять же, бумаги брать, это штука довольно опасная. Потому что... Ах, там больше шансов что-то негативное схватить. Поэтому я, наверное, их не буду брать. А, тут не особо страшный враг. Поэтому сойдет. А, давай первые ряды сразу валить. Просто вот не раздумывая. Ну, да. Ты у нас нулевого левела. Ты, конечно, всех победишь. Но, на этот случай есть. Так, модификатор урона. Так, здесь получше. Еще монашка есть, да. Которая может тоже какой-то урон вливать периодически. Ну, и крестоносец. А, этот не такой страшный парень. Так. Ну, только не надо на меня стресс. Окей. Фак. Чуть-чуть. Чуть-чуть не добили. Так. Ключ мне сейчас понадобится. Давайте бинды выкинем. Возьмем купчие. Да ема. Сюда. А, ладно. Пора выходить. У нас, в принципе, все супер. Там ничего такого особого нет. Здесь какой-то бой. И кто-то. А там бинты нужны. Ну, ладно. Ну, мы без бинтов, конечно, можем. Получить что-то. Поэтому попробуем. Отлично. Ну, пробуй. Можешь порезаться, конечно. Но... Все-таки нашел немного припасов. Отлично. Ну, и уходим. Удачно в секретку заглянули. Прям очень. Сколько нам денег дало? Это неплохо нам денег дало. В принципе, да. 12-16. Ну, и... Фамильных ценностей тоже есть в каком-то количестве. Боясь заповедника. Блин, жесть. Дипсомания. Сильно жажда алкоголя. Так, знаток заповедника. Тут зато у нас шанс разведки в заповеднике. Ну, и болезнь монашки надо лечить теперь. Так, убийца нежити. Хорошо. Закрепила навык. Очень даже здорово. Что я еще хотел? Так, давайте под стрессу сортируем. У нас Норман. До сих пор не вылечен, да? А что-то там у нас. А, нельзя медитировать. Ага, не будет молиться. Ну, зал покаяния его, конечно. Что теперь? И тебя в лечебницу. Лечебницу я хочу раскачать, кстати. Что у нас не хватает? У нас бюстов не хватает. Лечись. А на что у нас хватает? Вот здесь вот дофигища все стоит, да? 62, блин. Серьезно. Кузнецу. Не хватает этих. Хорошо. В гильдии. Да, давайте удешевим навыки. У нас тут на раз осталось, чтобы в максимум навыки изучать. Но пока что удешевленно это более полезно. Ну и что у нас остался? Один босс из маленьких, да? Из низких левелов. Это промокшая команда. Для оккультиста тут вещь. Хм. Ослабляющего навыка. Не знаю, насколько она прям полезная оккультисту. Здесь уже у нас некромант, ведьма. О. Здесь для наемника хорошая вещь. Да. Ну ладно. Посмотрим, в общем, куда мы пойдем. По настроению, по тому, что я тут посмотрю, какими нам отрядами еще имеет смысл и тем. Ну и у нас скоро все преодолеют черту, надеюсь, третьего уровня. Подберутся к пятому. Тут уже кто-то подобрался. И именно уже на пятых левелах там будут уже именно сыгранные команды собираться. Ну, конкретно под разные подземелья заточенные. И все в таком духе. Ну и готовиться уже к темнейшему потихоньку надо будет. Ну а на это пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok